На повестку дня 36-й сессии Совета Лобинского городского поселения было вынесено 4 вопроса. В начале депутаты заслушали информацию о функционировании системы сбора ТБО. Об этом доложил заместитель главы города по вопросам ЖКХ Геннадий Родников. В настоящее время существующая система сбора ТБО функционирует в следующем порядке. Базовое предприятие, наше специализированное, это МУП-санитарная очистка, она осуществляет свою деятельность на территории всего Лобинского городского поселения. Уборка Лобинского городского поселения осуществляется по плану о регулярной системе вывоза ТБО, которая имеет следующие виды. Это контейнерная система сбора ТБО и бестарная система сбора ТБО. Кроме того, еще существует незначительный процент заявочной системы, где население звонит просто и контейнера там убирают. Далее депутаты обсудили вопрос об изменении бюджета Лобинского городского поселения Лобинского района на 2016 год. На заседании основные характеристики главного финансового документа были единогласно утверждены. В этот же день депутаты рассмотрели заявление своего коллеги Игоря Чигаева о досрочном прекращении полномочий. Такое решение было принято в связи с поступлением Игоря Олеговича на муниципальную службу. На этой сессии совета к депутатам обратились представители Лобинского районного отделения Краснодарского регионального объединения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» и коллектив Лобинского музея истории и краеведения с просьбой увековечить имя основоположника музейного отдела в Лобинском районе историка и краеведа Фёдора Ивановича Моисеенко. Ходатайствует перед администрацией и Советом Лобинского городского поселения об установлении мемориальной доски основателю музея, основоположнику музейного отдела в Лобинском районе историку и краеведу Фёдору Ивановичу Моисеенко. Мероприятие послужит делу увековечения памяти о подвижнике, а также продолжит работу по дальнейшему формированию культурного облика нашего родного города. На сессии депутаты решили установить мемориальную доску Фёдора Ивановича Моисеенко на здании краеведческого музея. Мероприятие пройдёт в торжественной обстановке и будет приурочено празднование 175-летнего юбилея со дня основания города Лобинска и в честь 25-летия Лобинского музея истории и краеведения. Дальтуинка Горисаков и компания Лобах.